В декабре месяце у нас будет обсуждение, публичное обсуждение бюджета. Каким он будет, бюджет района на следующий год, зависит очень много. Сейчас идёт работа по его подготовке, просчитываются суммы. Точные позиции будут известны позже, но уже сегодня ясно, пока смета очень скромная, на уровне 2012 года. Да, у нас в бюджете следующего года хватает денег на всё, по нашим полномочиям второго уровня. Естественно, это заработная плата, учителя, врачи, все наши полномочия, содержание наших объектов, коммунальные расходы. На всё денег хватает. Но мы сегодня говорим о том, чтобы денег хватало не только на выполнение полномочий, но и денег немножко бы хотя бы хватало для того, чтобы нам ремонтировать наши основные фонды. В октябре было объявлено 16 аукционов на сумму почти в 17 миллионов рублей. Это ремонт в детском корпусе, инфекционном и хирургическом отделениях Кингисепской больницы. В женской консультации ожидается замена и монтаж узла учёта тепловой энергии, системы отопления и водоснабжения. В списке работ Александра Горская, амбулатория, детский сад Фолилеева, замена стеклопакетов в первой школе. Уже состоялось из 16 аукционов, 11 уже состоялось на сумму почти 12 миллионов рублей, ну и остальные в стадии реализации. В основном все работы направлены на энергосбережение, энергоэффективность. На наших объектах мы продолжаем ставить узлы учёта тепловой энергии, ставить стеклопакеты, ремонтировать кровли, чтобы сберегать тепло, чтобы меньше тратить денег на то, что мы реально можем сэкономить. В рамках долгосрочной целевой программы совершенствования и развития автомобильных дорог Ленинградской области до 2020 года работы идут и в Кингисепском районе. В тех поселениях, где проезжие и внутридворовые части были паспортизированы, проводятся ремонты, приводят в порядок и региональные автоартерии. Всё-таки с гордостью хочется сказать, что мы сделали подъездной путь к войсковой части Кёрстова в асфальте, в новом. Эта дорога реально сейчас будет приниматься уже. Вот, наконец-то мы добились этого и получили софинансирование с Ленинградской области в размере 12 миллионов 537 тысяч рублей на дорогу Каливери в Венекюле. Поражают масштабами и темпами строительства федеральной дороги. Несмотря на погодные условия, много уже успели сделать. Подходит к логическому завершению подготовительная работа по будущей ледовой арене в Кингисеппе. Проект выбран, одобрен. На днях состоится подписание договора с фосфоритом. Что касается плавательного бассейна, здесь наша зона ответственности достаточно ограничена. Мы готовим также земельный участок, но правительство Ленинградской области через управление строительства будет само его привязывать и проектировать на нашей территории. И, соответственно, в бюджете следующего года мы должны увидеть финансирование самого проекта, экспертизы и, возможно, начало строительства. Утвержден план основных культурно-массовых мероприятий, посвященных 85-летию Кингисеппского района. Пройдет торжественная часть в ДК «Химиков» 30 ноября. Объявлено сразу несколько конкурсов для учащихся на тему «Кингисеппский район через 10 лет». Победители ждут призы и подарки. Концерт представят местные артисты и из соседних районов. Ожидается приезд губернатора области. Светлана Круг, Валентин Соколов, Алексей Васильев, Кингисеппское телевидение, ЯМТВ.